всех приветствую вы на канале узнал теперь меня зовут никита и сегодня мы поговорим о программе gimp и узнаем как воспользоваться вкладочкой файл что в ней есть какие возможности самое основное создать проект пошли здесь мы можем настроить какое будет расширение нашей картинки далее есть параметры настройки более гибкости то есть там сколько бит будет картинки т.д.п. сейчас это принципе нас не интересует это уже те кто разбирается могут сами настроить создать проект то есть цвет переднего плана который у нас вот здесь цвет выбран я нажимаю окей и у нас получается белый фон дальше можете сами посмотреть там есть и другие различные параметры если вам интересно вы можете их настроить но самое основное что еще нас интересует эта прозрачность то есть мы получаем фон квадратиков которым не будет привязываться наши объекты вот далее что нас еще интересует допустим мы создали мы можем еще создать из буфера обмена то есть что это значит у нас есть к примеру какое-то изображение вот примеру сейчас захожу вот сюда вот здесь видим домик нажимая на него правой кнопкой мыши копировать картинку далее иду обратно вижу а создать из буфера обмена все у нас появилась наша картинка но давайте попробуем еще раз как можно еще создать то есть мы нажимаем counter v и наша картинка также переносится мы скопировали с интернета и перенесли в наш гимп после этого что мы можем еще сделать то есть выбираем создать из бу из веб-сайта он нам предлагает гимп.org то есть создать сейчас он немножко прогрузится давайте дальше чуть поговорим создать окей выдал ошибку принципе она не критично видим снизу идет загрузка сканер либо камера да если у вас есть камера подключена либо сканер вы можете сразу перенести со скана в гимп очень удобно вот пока что загрузился то есть наш сайт гимпа вот мы видим здесь все все расположения то есть мы можем загрузить уже готовую готовый шаблон для создания сайта и уже сами как-то подредактировать но это те за не кто занимается веб-дизайном после этого можно сделать снимок с экрана то здесь тоже нас настройка снять все снять только активное окно можно выставить задержку захватить и там через сколько секунд произойдет снимок еще одна подсказочка над стрелочками есть print screen эта клавиша у вас появится на экране теперь дальше пойдем есть открыть да то есть мы можем открыть наш файл и выбрать пин файл открыть его я думаю здесь все понятно далее открыть как слой то есть принцип тот же самый то есть мы можем открыть какую картинку как дополнительный слой допустим ok вот наша картинка появилась вот здесь и видим справа от нас появился новый слой далее что у нас еще есть открыть из сети если у вас есть какая-то база данных которые вы храните свои картинки вы можете прямо их оттуда открывать в своей программе но для более опытных также можно открыть недавние файлы если вам лень искать для что было просто заходим недавние файлы и открываем их после этого у нас есть сохранить картинку то есть сохранить не картинку формате png либо jpeg и другом который просматривается а именно xefi это формат самого гимпа то что это значит а когда мы делаем какую-то работу вот мы здесь видим слои какие-то еще настройки если мы ее просто сохраняем и можем к ней вернуться и дальше продолжить тут есть сохранить как тут тоже дополнительные настройки там допустим gimp zip и все остальное то есть он его заархивирует делает чуть поменьше в принципе я думаю вам хоть пока сохранить также можно сохранить копию также можно сохранить копию изображения принцип тот же самый то есть вы сохраняете такую же копию который вы можете потом открыть и дальше продолжить работать либо у вас там несколько вариаций вы сделали одну такой вариант второй такой сохранили копию да я Я думаю, с этим тоже все понятно. Самое интересное, что нас интересует еще, это экспортировать файл. Здесь есть формат PNG, сразу он экспортирует. Ну и также мы можем выбрать свои какие-то форматы. Допустим, тут есть и JPEG, и GIF, и очень множество форматов. Далее, что нас еще интересует, это создание шаблона. То есть мы создаем код шаблон, потом мы можем его, допустим, открыть. Давайте почитаем создание нового шаблона из этого изображения. Ну, в принципе, то же самое, как сохранить копию, создание шаблона. Ну, честно говоря, я этими функциями не пользуюсь. Может кто-то написать в комментариях, кто ими пользуется и зачем они нужны. Также есть параметры страницы. То есть это какая будет у нас печать, настройка границ. И там те, кто уже распечатывает, поймут. Далее, уже есть сама печать. Печать, выбираем принтер, и пришла наша печать. Далее, что нас еще интересует, скопировать расположенный файл, показать менеджер. Почему он мне сейчас не показывает? Потому что я сперва должен его сохранить. Допустим, сохранить, сохраняю. И далее я уже могу с ним как-то работать. Скопировать расположенный файл. То есть я делаю копию и могу перенести в какую-то папочку. Также я могу посмотреть в медиа, где располагается мой файл, чтобы не искать его. После этого я могу сделать закрыть просмотр. Допустим, закрыть просмотр, забыть изменения. То есть я не сохранил картинку. Можно закрыть сразу все окна, забываем изменения. Либо выйти из гимба. А вот на этом с вами мы изучили, как работать в файл. Какие есть настройки. В следующем видео мы разберем следующую вкладочку правка. И так пойдем по порядку. Разберем их все. Научимся работать с инструментарием. И будем делать какие-то проекты уже. Если у вас остались вопросы, пишите в комментарии. Напишите, как вам программа GIMP. На этом все. Всем спасибо. Хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok